Это программа о том, как защитить свои права, о нормах, которые касаются каждого и о самых актуальных новостях из мира юриспруденции. В эфире «Ваше право» и я, Дарья Анфиногенова. Здравствуйте! И вот о чем мы поговорим сегодня. За что мы платим обязанности управляющих компаний по договору и по закону? Получить всю информацию о расчетах за пару минут. Личный кабинет плательщика страховых взносов запустил пенсионный фонд. Реестр обманутых дольщиков. Продолжаем разговор об изменениях в законодательстве, касающихся долевого строительства. За что собственники жилья платят управляющим компаниям? Какие именно услуги обязаны оказывать коммунальные организации? Об этом мы сегодня поговорим в рубрике «Правовой ликбез». Нам поможет разобраться в вопросе Виктор Токарев, начальник Государственной жилищной инспекции Вологодской области. Здравствуйте, Виктор Васильевич! Здравствуйте! Мы получаем очень много вопросов о сфере ЖКХ и довольно часто нам звонят люди, недовольные качеством услуг, которые оказывают управляющие компании. Это, в принципе, понятно, потому что эта форма управления сейчас самая популярная. Вот сегодня я предлагаю поговорить об обязанностях управляющих организаций. Так скажем, за что мы платим? Первый вопрос, так как у нас программа правовая, о документах между управляющей компанией и собственниками жилья должен быть заключен договор, одинаковый для всех собственников. И вот где должен храниться этот документ и на какой срок он заключается? Наверное, вы имеете в виду договор управления. Да, действительно, это тот документ, единственный и основной документ, который регламентирует все взаимоотношения управляющей организации и собственниками. Условия договора утверждаются общим собранием и он един для всех, он не может изменяться по прихоти одного или другой стороны. Форма его одинакова, но заключается он с каждым собственником и должен храниться у каждого собственника. Поэтому, если у кого-то такого договора нет, необходимо обратиться в управляющую компанию и попросить его для заключения. Сроки утверждения такого договора определились личным кодексом. Договора, если он утверждается по решению собственников, которые выбирают и управляющую компанию, он заключается на срок от года до пяти. Если управляющая компания выбрана по результатам открытого конкурса, который проводят органы местного управления или путем после строительства дома, здесь срок чуть-чуть уменьшен, договор заключается от года до трех. После окончания договора он может быть продлен на тех же условиях на тот же срок, если одна из сторон не заявила желание о его расторжении. Есть какие-то положения, которые должны быть обязательно прописаны в договоре? Основные элементы, которые должны содержаться в договоре управления, они регламентированы личным кодексом. 162 статья прописывает, что в договоре управления должны содержаться, во-первых, это перечень общего имущества. Что же все-таки собственники отдают на управление, на содержание, на ремонт управляющей компании? Второе. Это перечень работ и услуг по содержанию и по текущему ремонту. Он может быть больше, он может быть меньше, он может быть расширен и дополнен. Собственники, в зависимости от того, какой дом, есть ли на доме лифт, большая или маленькая территория, какая кровля скатная, какое еще инженерное имущество есть и перечень коммунальных услуг. То есть, что в доме есть? Электричество, газ, вода, канализация, теплоснабжение, центральное, индивидуальное и так далее. Следующее, что регламентирует договор, это, конечно, цену договора и порядок ее изменения. Это тоже существенные условия, которые могут договором корректироваться. Вне зависимости от того, что основные моменты определены законодательством, собственники имеют право скорректировать, изменить, например, порядок внесения платы за текущее содержание, за текущий ремонт, установить иную дату. Собственники определяют, когда, при каких условиях, на какую величину может быть изменена цена договора, цена за содержание, за текущий ремонт. И самое главное, конечно, в договоре должен быть определён порядок контроля за исполнением управляющей компании своих обязательств. Я предлагаю пробежаться по наиболее часто возникающим проблемам и вопросам. Вот содержание общего имущества дома. На что собственники могут рассчитывать? Сейчас началась весна, ещё чуть-чуть и начнут протекать крыши. Обязаны ли управляющие компании эти крыши ремонтировать? И если имущество собственника пострадало, возместить ущерб? Или это должен быть какой-то дополнительный пункт договора? Мы уже сказали, что перечень работ и услуг, он должен быть сформирован в договоре управления. Да, действительно, в основном эти работы перечислены, но гораздо подробнее регламенты этих работ, они реализованы в жилищном законодательстве. Например, правила содержания и эксплуатации жилищного фонда. Это такая маленькая брошюрка из 100 листов, где все эти работы более точно, требования к этим работам более детально прописаны. Это содержание общего имущества на территорийном доме, это строительные нормы и правила, это соответствующие регламенты. Вот весь этот комплекс законодательства, он должен реализовываться на доме, исходя из следующих принципов. Договор управления должен обеспечить нормальное, надёжное содержание общего имущества, нормальные условия проживания собственников на территорийном доме и обеспечение их коммунальными услугами. Независимо от того объёма, который прописан в договоре управления, если для обеспечения коммунальных услуг требуется поменять какой-то участок трубы, произвести какие-то мероприятия, залатать течь на кровле, эти работы должны быть выполнены. Проще говоря, на том же примере, если крыша протекает, то это всё-таки обязанность управляющей компании, несмотря на то, что прописано в договоре. Реализуется законодательство действующее, именно так складывается судебная практика. Независимо от того, какие работы предусмотрены и оплачиваются собственниками, управляющая компания несёт ответственность. Как говорит законодательство и судебная практика, это риски управляющих компаний, и есть ли они выше той цены, которая предусмотрена от собственников. Техническое обслуживание, что в него входит, как часто должно проводиться такое обслуживание, это проверки? Техническое обслуживание – это весь комплекс работ по содержанию общего имущества, начиная от ограждающих конструкций, кровля, стены, инженерное оборудование, система теплоснабжения, система электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. И вентиляционные каналы должны своё время проверяться и при необходимости прочищаться. Периодичность такая установлена в законодательстве. Как правило, в договоре управления такие нюансы не прописывают, а делается общая отсылочная норма. И трубы, они не должны иметь протечек, они должны быть покрашены, заизолированы, соответствовать тем требованиям, которые предъявляются этим трубам. Это уборка территорий, содержание мест общего поля, лестничные клетки, лифты, подвалы, чердаки. Это целый комплекс работ, который действительно должен содержаться, и требования, они могут быть прописаны как в нормах и в правилах содержания жилищного фонда, так и в договоре управления. Ну, к примеру, скажу, в договоре управления может быть больше и шире распространён этот перечень. Например, по охране могут быть установлены видеокамеры. А вот дворовая территория, здесь какие обязанности? Жилищным кодексом предусмотрено то, что в договоре управления управляющая компания за цену, определенную собственниками, содержит общее имущество. Дворовая территория входит именно в это понятие. Общее имущество материального дома, так же, как и сам дом, и дворовая территория, она, во-первых, является объектом недвижимости. Она должна находиться на кадастровом учёте. За неё должны собственники уплачивать налог, как за дворовую территорию, так и за непосредственно свои жилые помещения, за недвижимость. Это общее имущество в виде дворовой территории должно регулярно содержаться, должно ремонтироваться. Конкретные границы дворовой территории устанавливаются кадастровым планом земельного участка, на котором расположен квартирный дом. Это, опять же, на примере, если во дворе огромная лужа, то есть там, если давно не ремонтировался асфальт, стоит ли требовать это с управляющей компанией, точнее, должны ли собственники требовать ремонт с управляющей компанией? Исходим из того понятия дворовой территории, всё-таки, кто является собственником. И здесь, возможно, различные нюансы. Если это имущество относится к общему имуществу собственников, то, конечно, за это отвечает управляющая компания. Но есть ряд случаев в городе Вологде, когда дворовая территория ограничена метром по периметру здания. И вот тогда все проезды, все проходы относятся уже к городской собственности. На собственности лежит бремя содержания, а весь ремонт, в данном случае, то, что вы говорите, водоотвод с данных территорий уже лежит на собственнике. Коли не разграничена собственность или собственность разграничена следующим образом, что это являются городские территории, тогда и обращаться нужно в департамент градостроительства. Можно ли вносить изменения в договор? Законодатель предусматривает внесение изменений в договор управления. Периодичность внесения изменений определяется не чаще одного раза в год. И последний вопрос. Что надо помнить собственнику, чтобы грамотно оставить свои права? Во-первых, собственнику нужно, всем собственникам, и нам в том числе, научиться коллективно выражать свою волю, свое желание. Как это происходит? Зачастую несколько собственников, один или два, очень недовольны каким-то определенным моментом. Но чтобы вот это недовольство конкретных людей выразилось в волю, и для того, чтобы у управляющей компании было основание для выполнения работ, здесь должен поработать советно активно дома. Ну, а, конечно, право есть у каждого собственника, и обратиться в управляющую компанию может каждый собственник, и в случае недовольствования его законных интересов он может обратиться в надзорные органы. Это право, оно у собственников есть, остается и будет. На этом я предлагаю завершить наш разговор. Спасибо большое, Виктор Васильевич. Спасибо вам, до свидания. До свидания. Если в России 2014 год – год культуры, то в Пенсионном фонде – это год информационных технологий. Во всяком случае, так говорят в организации. Специалисты активно используют новые программы, вводят новые интернет-сервисы. Так, в начале апреля будет официально запущен в промышленную эксплуатацию личный кабинет плательщика. Но уже сервисом воспользовались более 2,5 тысяч волокжан. О новой услуге – наш следующий сюжет. Более 55% плательщиков, они общаются с нами по электронному документу оборотов. А личный кабинет, он уже шагнул как бы дальше. Он уже позволяет самому видеть свои отношения. Какое там у нас, какое состояние, уплачено ли все. Нарастающий итог по всем отчетам, он будет виден человеку, бухгалтеру, скажем, на предприятии. Или если это индивидуальный предприниматель, он все это будет видеть, всю картину у себя дома. Также сервис – это проверочный механизм, позволяющий заполнить все необходимые документы правильно. И так сэкономить время и плательщику, и работникам пенсионного фонда. Стоит отметить, что новинка уже работает с единой формой отчетности, которая была введена с начала этого года. Единая отчетность плюс кабинет плательщика, они вообще как бы позволяют все это вкупе, в одной смеси сдать. То есть в одном документе будут сразу там три формы. И это и РСВ-1, предприниматели знают, о чем идет речь, и АДВ-6, и СЗВ-6-4 и так далее. Зарегистрироваться в личном кабинете просто. Необходимо на сайте регионального отделения пенсионного фонда выбрать ссылку на сервис, далее вкладку «Регистрация». Выбираем шаг номер первый, заявка на регистрацию. Для того, чтобы подать заявку на регистрацию, плательщик должен ввести свой регистрационный номер в качестве страхователя ПФР, ИНН и адрес электронной почты. Дальше надо выбрать способ получения кода активации в электронном виде по защищенным каналам связи, по почте с заказным письмом или лично в пенсионном фонде. Код предоставят в течение пяти дней, далее его надо будет ввести на сайте. А также снова заполнить графу регистрационного номера, придумать пароль. Нажать на кнопку регистрации и личный кабинет создан. Начнем с первой вкладки. Это сервис «Состояние расчетов». Здесь плательщик сможет увидеть всю информацию о состоянии своих расчетов, о всех платежах, которые поступили за период с 2010 года и по настоящее время. Можно заказать справку, информацию о платежах по заданному периоду, также получить необходимые платежные документы, поручения и квитанцию. Оформу отчетности и заявлений плательщик найдет во вкладке «Справочная информация». Все документы можно сохранить в файл распечатать. Есть еще сервис «Расчет взносов». Поможет пользователю рассчитать сумму, которую необходимо уплатить в фонд за любой период. Так работает личный кабинет для самозанятого населения. Существенным отличием кабинета работодателя является сервис «Проверка РСВ-1». Данный сервис позволяет сформированный электронный вид расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам загрузить в данный сервис. Расчет будет проверяться. Стоит добавить, что личный кабинет плательщика – не единственное IT-новшество, которое вводит пенсионный фонд в этом году. Готовится к запуску личный кабинет застрахованного лица. Если в прошлом, для того, чтобы узнать состояние вашего счета, вы должны были прийти к нам, увидеть, что там есть какие-то несоответствия, и потом прийти на предприятие и сказать бухгалтерии, что почему у меня несоответствия, моя зарплата там столько, а страховые взносы отчислены неправильно. Теперь для этого и к нам не надо идти. То есть, опять же, вся информация на экране компьютера. Также в некоторых регионах уже запущен проект «Электронная очередь». В прошлом выпуске мы говорили о новых гарантиях участникам долевого строительства. Как и было тогда обещано, сегодня мы расскажем об изменениях, касающихся так называемого реестра обманутых дольщиков. В конце декабря вступил в силу приказ Министерства регионального развития. Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены к числу пострадавших граждан и правила ведения реестра таких граждан. Текст приказа размещен у нас на сайте инспекции. Приказ содержит 9 оснований для включения в реестр в более кратком варианте, чем они изложены в тексте приказа. Так, вписать себя в реестр можно, если строительство дома прекращено или приостановлено органами местного самоуправления на срок более 9 месяцев. Если окончание строительства затягивается более чем на 9 месяцев. Если выявлены двойные продажи, адрес сайта, на котором можно посмотреть полный список, вы сейчас видите на экране. Есть условия и такое. Не могут попасть в реестр дольщики, если здание возводилось на участке, не предназначенном для строительства многоквартирного дома. Чтобы попасть в реестр, надо изучить перечень необходимых документов, изготовить копии и обратиться в инспекцию госстроенной отзора. Предварительно можно проконсультироваться со специалистами по телефону 75 87 13 75 65 22. Добавим, что пока неизвестно, каким образом будет осуществляться федеральная поддержка дольщикам, записанным в реестр. Областные же меры поддержки сохраняются независимо от того, есть ли гражданин в этом перечне. В поликлинике, которая прикреплена по месту жительства, нет нужного мне врача. Специалист есть в другой поликлинике. Имеет ли право там отказать мне выдать талон на запись к нему? Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Согласно статье 11 323 ФЗ об основах охраны здоровья граждан РФ, отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимания платы за ее оказание медицинской организации, которые участвуют в реализации этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской организации не допускаются. Поэтому право отказать выдать талон к врачу на запись неправомерен. На сегодня у меня все. Не забывайте присылать свои вопросы. Адреса электронного ящика и группы программы ВКонтакте вы видите на экране. До встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова